Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Оползень в Бенгеле. Президенты Армении и Арцаха привели участие в открытии памятника к маговодствам погибшим в арцахской войне. В Бердзоре строится наружная сцена. В ОБСЕ назвали конструктивную встречу по Шельману и Армении. США прекратили поставки Турции по F-35. Стартовали мероприятия, посвященные столетию силы Капутикена. Из-за обильных осадков в районе Сулхан в Бенгеле произошел оползень, и дорога, ведущая к деревне Иннандык, была закрыта. Некоторое время жители деревни находились в отрезанном положении. Восстановить движение и пешеходный переход удалось только после специальной уборки. Прибывший с рабочим визитом в Республику Арцах президент Армении Армен Саркисян вместе с президентом Арцаха Бакоса Акианом и предводителем Арцахской гепархии Архиеписком Паркевом Мартиросяном в селе Маговуз Мартакерцкого района принял участие в торжественной церемонии открытия памятника, увековечивающего память 17 маховодцев, отдавших свою жизнь в Арцахской войне. Президенты Армен Саркисян и Бакоса Акиан возложили венок к мемориалу и воздали дань уважения памяти маховодцев, погибших в Арцахской освободительной войне и в Великой Отечественной войне. Президент Республики Арцах за мужество, проявленное в ходе апрельских военных действий в 2016 году, нескольким маховодцам вручил государственные награды Арцаха. Затем президенты двух армянских государств беседовали с участниками мероприятия. В Бердзоре строится наружная сцена. Об этом Арцах прессу сообщил мэр Бердзора Аналит Чарчан, добавив, что площадь сцены составит 700 квадратных метров. По ее словам, строительство началось около месяца назад. В этом районе были решены проблемы с оползнями и освещением, и в настоящее время строители завершают бетонное покрытие. После окончания работы мы также планируем благоустроить территорию площадки и провести озеленение. Площадка будет сдана в эксплуатацию примерно через неделю, добавила госпожа мэр. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак приветствовал конструктивную атмосферу переговоров премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Альева 29 марта в Вене. Об этом Мирослав Лайчак сообщил на встрече с сопредседателями минской группы ОБСЕ и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспаршика в Братиславе. Председатель ОБСЕ приветствовал стремление лидеров двух стран предпринять шаги, нацеленные на мирное решение конфликта. Мы продолжаем положительно оценивать и всесторонне содействовать этому процессу и стремлению лидеров предпринять шаги для укрепления перемирия, отметил Мирослав Лайчак. Оборонное ведомство США сообщило о прекращении Вашингтоном поставок оборудования Турции для истребителя F-35. Это первый практический ответ на решение Анкары начать в октябре развертывание российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Прекращение поставок запасных частей и эксплуатационной документации к запланированной поставке Турции F-35 в июне является первым шагом к возможной отмене продажи самолета, который еще не был доставлен Турцией. Законопроект об отказе от экспорта F-35 в Турцию был внесен на прошлой неделе в американский Сенат. Согласно этому документу, сделка по продаже самолетов состоится только если Анкара откажется от закупки российских противоракетных систем. Агентство Reuters сообщило на прошлой неделе, что Вашингтон рассматривает вопрос о том, сможет ли исключить Турцию из цикла производства F-35. Турция изготавливает части фюзеляжей, шасси и кабины самолета. Мероприятия, посвященные столетию Сильвы Капатукян, стартовали в Национальной детской библиотеке имени Хэнко Апера с 1 апреля по рамках недели детской литературы. Программа мероприятия включает в себя выставки, игровые конкурсы, музыкальные мероприятия, прослушивание музыки, комитаса и встречи с молодыми писателями. Юбилейные торжества, посвященные столетию Великой Петессы, будут продолжаться в течение всего года. На сегодня у нас все. Далее мы представим Вашему вниманию исполнение Арама Кетенчана. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия и видео представлены на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!